Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и в этом выпуске. Ненецкий округ готов к встрече с новым штаммом коронавируса омикроном. Пока случаи заболевания не зарегистрированы на территории региона. Но в случае необходимости медики готовы развернуть дополнительные койки. Медикаменты также в наличии. Мобильная медицинская бригада начала свою работу в новом году. И первым пунктом назначения стало село Тельвиска. Бизнесмены из Ненецкого автономного округа приняли участие во всероссийском проекте «Лучший предприниматель года». Мы расскажем об одном из номинантов. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в НАУ зарегистрировано 8 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В числе заболевших – трое жителей Наринмара. Кроме того, зарегистрировано 5 привозных случаев заболевания коронавирусом из Доминиканы, Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3385 человек. За прошедшие сутки – 7 человек. В регионе зарегистрировано 88 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 59 человек. Из них стационарное лечение получают 12 человек, амбулаторное – 47. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 562 человека. Напоминаем, в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроли в аэропорту Наринмара, на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Неси. Обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Нам не страшен омикрон. На заседании оперштаба участники обсудили готовность медицинских учреждений региона к возможной новой волне коронавирусной инфекции и появлению штамма омикрон. Пока эта разновидность вируса на территории Ненецкого округа не была зарегистрирована. Ольга Русл продолжит. Новогодние каникулы в Ненецком округе прошли спокойно в эпидемическом плане. В статистике даже отмечалось значительное снижение количества заболевших. В иные дни случаи заражения коронавирусом просто не фиксировались. Причиной тому главный санитарный врач назвал то, что жители реже обращались за медицинской помощью. А лаборатория в праздничные дни не делала тесты. Новогодние праздники у нас прошли в достаточно спокойном режиме. Всего за 10 дней выявлено было 14 положительных больных. Но опять же, мы связываем с тем, что люди не обращались. И плюс показатель тестирования в регионе был снижен почти в два раза от нормы. То есть норма у нас 300 на 100 тысяч населения. А в праздники, в определенные дни лаборатория не делала вообще. И этот показатель средненедельный был у нас всего в районе 100. С понедельника, когда все активно должны были выходить на работу, понятно, что все стали обращаться за медицинской помощью. С начала рабочей недели ситуация изменилась. Появились новые заболевшие. Правда, пока, по словам главного санитарного врача, в регионе регистрируется только уже знакомый медиком вид вируса Дельта-штамм. Случаев заболевания омикроном в округе нет. Сегодня у нас очередная партия анализов уходит на секвенирование. Санкт-Петербург мы еженедельно отправляем. И к концу недели у нас будут результаты. Ну, омикрон уже активно ходит по большим городам. Его выявляют уже с потока, а не только тех, кто прилетел из других стран. То есть Москва, Санкт-Петербург. Несмотря на ожидаемое вторжение опасного штамма вируса, система здравоохранения региона готова встретить его достойно. Сейчас на Ренмаре развернуто 39 коек, на которых размещается 12 человек. Четверо из них в реанимационном отделении. Амбулаторное лечение от коронавируса получают 59 человек. В случае необходимости готовы развернуть дополнительные койки. Система здравоохранения готова к новой волне. Но все равно хочется обратить внимание наших жителей, что вакцинация, которая у нас проводится, она считается эффективной. И по тем исследованиям, которые проводят коллеги, спутники ВВИ дают хороший эффект, в том числе против нового штамма этой инфекции. Кроме того, руководитель профильного департамента отметила, что с начала года в регионе снизился уровень коллективного иммунитета с 70 до 67 процентов. Это связано с тем, что многим необходимо пройти повторную вакцинацию. А это более 10 тысяч человек. Кроме того, глава региона отметил, что исходя из полученной информации, пост эпидконтроля, установленный в аэропорту Нарьинмара, приносит результат. Поэтому снимать его не будут. С учетом той статистики, которую сейчас нам рассказали, вот из 8 человек 5 – это привозной ковид. То есть это прилетел к нам. То есть получается, что тот пост, который мы по-прежнему держим в аэропорту, он абсолютно оправдан и снимать его рано. Так я понимаю, Елена Степановна? Да. То есть большинство заболевших мы вылавливаем по прилету. В конце совещания собравшиеся отметили, что пока до выявления нового штамма коронавируса, ужесточение мер противоэпидемической безопасности в регионе не планируется. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал Север. Более 4 тысяч человек обратились в прошлом году в мобильную медицинскую бригаду. Начиная с 2018 года, врачи проводят комплексное медицинское обследование населения в заполярной глубинке. И как только закончились новогодние праздники, медики отправились в путь. Первым в маршруте стало село Тельвиска. Подробности далее. Первыми в очереди на медосмотр стали дети. К маленьким телевичанам в школу пришли все нужные специалисты. От терапевта до офтальмолога. Очень удобно. Согласно 514 приказу от 2017 года, мы занимаемся диспансеризацией детей, то есть профосмотрами, на местах. Ну, в этом году я работаю всего первый год в этом селе. И очень удобно, что 7 специалистов посетили сегодня нашу школу. Произвели осмотр детей. Заключение делает педиатр. И уже, если считает нужным, направляет еще к более узким специалистам и на дополнительные исследования. Осмотр детей всегда проводится тщательно. Ребенок может и не жаловаться, допустим, на ухудшение зрения. Но на осмотре специалист сразу замечает какие-то отклонения от нормы. Ведь от здоровья молодого поколения зависит будущее. А выявленное, например, искривление позвоночника в детском возрасте можно исправить простой гимнастикой. Дети – это цветы и наше будущее. Соответственно, конечно, каждому ребенку проводится более тщательно и более интенсивное обследование. То есть ты больше обращаешь внимание на пороки развития или на какие-то особенности развития. Потому что в целом в дальнейшем это может вылиться. Ведь все возможны и там плохие последствия для взрослого организатора. У взрослых осмотр также проводится тщательно. Хоть Тельвицкая и находится недалеко от города, не все жители могут съездить к нужному специалисту в поликлинику. Поэтому осмотры мобильной медицинской бригады очень помогают сельчанам. Ну, естественно, удобно хотя бы с маленькими диками в город не надо ехать. Не надо ездить в город, тратить время свое. Тут удобно. Пришел сразу, пришел, все, быстро. Но из-за того, что медицинская бригада приезжает на ограниченное количество времени, есть, конечно, и небольшие проблемы. Осматривают тщательно, желающих много. Поэтому в очереди приходится сидеть большое количество времени. Прием долго идет. Очень. Видимо, досконально осматривают. А вообще, пока вы будете в порядке, вот сколько там, 4 дня они находятся? Планирует ли я смотреть всех? Не знаю, за всех не скажу. Но мне надо два врача. То есть сегодня, завтра пройду. Врачи медицинской бригады в основном проверяют течение хронических заболеваний или выявляют новые. Помимо этого, можно пройти медосмотр для различных справок. В этом году маршрут медицинской бригады немного изменили. Следующие наши выезды – это 17-18 января – это деревня Макаро. Затем 19-20 января – это Куя. Затем в Нельминоз. Как и в предыдущие годы, мобильная медицинская бригада посетит все населенные пункты округа. Врачи передвигаются со своим оборудованием, чтобы помочь сельчанам получить медицинскую помощь, которая вне города пока не развита. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Зимник Норинмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Ограничения будут действовать до 7 утра 14 января. Об этом сообщает МЧС России по Ненецкому автономному округу. Уточнить информацию о состоянии и содержании зимника Норинмар-Усинск можно по телефону ООО «Техносфера» 8-960-00-59-54. По вопросам содержания зимника Норинмар-Телевиска можно звонить по телефону, который вы видите на экранах. Погодные условия внесли коррективы и в авиаперевозки пассажиров. Метеоусловия не позволили вылететь из аэропорта Норинмара рейсом по местным воздушным линиям. Норинмар-Каратайка-Усть-Кара-Амдерма и Норинмар-Харута. Из-за отмены рейсов школьники из Бугрино также не смогли прилететь из своего населенного пункта. Что касается межрегиональных авиаперелетов, рейсы 333 и 334 Норинмар-Москва-Норинмар также не выполнены и перенесены на 14 января. Самолет пытался вылететь дважды. Первая попытка была утром в соответствии с расписанием. Но покинув аэропорт Внуково, через несколько минут полета самолет начал кружить над Москвой и вырабатывать топливо. Примерно через полтора часа он приземлился в столице России. Была произведена замена борта, но погодные условия, а именно боковой ветер в Норинмаре не позволили осуществить полет. Убойная кампания в НАУ выполнена на 93%. По информации Департамента природных ресурсов экологии и АПК Ненецкого округа, оленеводческие хозяйства направили на убой более 37 тысяч голов северных оленей и произвели 1204 тонны мяса. На сегодняшний день убой завершен в 15 хозяйствах. Продолжается в рассвете севера и дружбе народов. В январе планируют начать убой в еще двух хозяйствах – семейно-родовое общение ВЭТУ и семейно-родовое общение АПСЕДА. Всего в убойную кампанию хозяйственных всех форм собственности планируется направить на убой порядка 42 тысяч голов северных оленей. Муниципалитеты вновь смогут получить деньги на развитие общественной инфраструктуры. Средства на благоустройство предусмотрены в окружном бюджете и будут предоставляться на конкурсной основе. В этом году фонд составляет порядка 22 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются с 13 января по 11 февраля. Как отметили в Департаменте внутренней политики, поддержка местных инициатив – важный инструмент вовлечения граждан в процесс инициативного бюджетирования. В этом году в конкурсе есть два существенных нововведения. Первое – увеличен размер максимальной суммы субсидий на реализацию инициативного проекта с 1 миллиона до 2 миллионов рублей. Второе – включено еще одно приоритетное направление расходования субсидий – обеспечение первичных средств пожаротушения. Муниципалитеты могут заявить на конкурс не более трех проектов, при этом на один населенный пункт не более двух проектов. Наринмар может направить на конкурс не более четырех проектов, поселок Искатели – не более двух. На конкурс можно представить проекты по уличному освещению, благоустройству улиц, дворовых территорий, площадей, набережных, озеленению территории, включая парки и скверы, созданию и обеспечению функционирования автостоянок, созданию и ремонту детских игровых площадок, мест массового отдыха населения, содержанию мест захоронения, обустройство контейнерных площадок и мест складирования твердых коммунальных отходов. На благо общества. Предпринимательство приносит пользу не только экономике округа, но, безусловно, и его жителям. Выбрать социальную сферу услуг решится не каждый. Нужно быть не только предприимчивым, но и уметь работать с людьми. Тем более, если это маленькие дети. Тему продолжит моя коллега Наталья Дуркина. Рома уже полгода посещает бассейн. Родители записали его на занятия, когда малышу еще было только два месяца. Вера Нечаева, мама Ромы, серьезно подошла к этому вопросу. Изучила все «за» и «против». В итоге счастливые родители ничуть не пожалели, что записали малыша на занятия. Закаливается. Ныряет. Дыхание задерживается. Немного плюс. Спит хорошо. Занятия длятся 30 минут и проходят в игровой и развивающей форме. Многие родители приходят с определенными проблемами у ребенка. В Центре здоровья для детей и мам помогут справиться с различными проблемами. К нам приходят дети, которые полностью отсутствуют речи и начинают разговаривать хорошо. Ну, соответственно, это в комплексе и с логопедом, и с психологом. Просто это намного быстрее, когда целый комплекс. Также мы не просто плаваем, мы как бы играем. Плаваем, потому что плавание – это стиль монотонный. И детям, у которых развита только игровая деятельность, им скучный. И поэтому мы определенно придумываем какие-то игры, там, сосчитай, перевези и так далее. Там перевоплощаемся в разных животных, еще в кого-нибудь, чтобы заинтересовать ребенка, чтобы он приходил сюда с удовольствием, с любовью каждый раз. Екатерина Ницвета открыла центр еще в 2019 году. С того момента владелица и тренер помогла маленьким Нарин Марцам почувствовать себя лучше, как рыбка в воде. Есть дети, которые боятся воды и не любят нырять. Мы преодолеваем этот страх. У нас вот был мальчик, я про него рассказывала уже тоже до этого. Он долго не нырял, он очень боялся. И я просто нашла на зоне зеркало для бассейна. Заказала, купила и говорю, давай дуть пузыри в зеркало. Он дул, со мной дул, а воду не опускал голову. А потом я говорю, давай под водой иду теперь в зеркало. И он такой, а давай, и все, теперь мы его не можем вытащить из-под воды, он только ныряет. Ну, то есть вот такие моменты. Социальный бизнес все больше находит отклик у предпринимателей. Екатерина Ницвета и находит все новые возможности для того, чтобы малышам с ограниченными возможностями здоровья было проще заниматься. К нам ходят дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Также мы участвуем, ну, даем скидки таким детям, предоставляем. Плюсом есть, когда происходит новогодняя, проходит новогодняя акция «Елка желаний», например, предприниматели собираются и покупают, например, абонемент в дельфиненок какому-то определенному ребенку, ну, кто желает об этом. И я всегда принимаю тоже участие, то есть я делаю от себя тоже вклад в абонемент. И, допустим, там на полгода или на год. Вот мы до этого девочке дарили на год занятий ДЦП, а сейчас мы дарили девочке на полгода занятий. Екатерина Ницвета еще в прошлом году подала заявку на Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», который проходит в два этапа – региональный и федеральный. Все заявки у нас формируются на электронном ресурсе. Мы перед тем, как проводим этап региональный наш, мы информацию размещаем в СМИ, в различных источниках и также сообщаем всем нашим социальным предпринимателям о том, что у нас стартует данный конкурс. Они могут заявку подать на электронном ресурсе, позвонить нам. Мы всегда рады и всегда помогаем нашим заявителям при оформлении, мало ли возникают какие-то трудности. И в дальнейшем уже сформированная заявка попадает на экспертную оценку. В конкурсной комиссии четыре человека, которые в режиме онлайн на самой платформе конкурса оценивают каждого участника по критериям. Например, актуальность проекта, социальный эффект и многое другое. В прошлом году у нас было подано три заявки в трех разных номинациях. Причем две заявки из них были субъектами малого-среднего предпринимательства, одна заявка была подана некоммерческой организации. Всего у нас субъекты малого-среднего предпринимательства могли подать заявки в восьми номинациях, а некоммерческие организации могли подать заявки в четырех номинациях. Екатерина Ницитая стала победителем регионального конкурса «Лучший социальный проект года» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта». 13 января в России отмечают День печати – праздник журналистов и читателей. Учрежден он в честь события трехвековой давности. В этот день в 1703 году стала выходить первая в России газета «Ведомости», редактором которой был император Петр I. С Днем печати местных журналистов в издательском доме поздравил губернатор округа Юрий Бездудный. С работниками старейшей газеты округа Нарьяна Виндер и информагентства НАУ-24 глава региона также обсудил и волнующие население вопросы от дороги на Усинск до популяризации ненецкого языка. Более 90 лет на страницах ровесницы округа публиковались материалы о жизни региона, о судьбах людей, которые создавали славу малой родины. Она стала настоящей летописью НАУ. Газету читают не только в Наринмаре и поселке Искателей. Ее ждут в оленевоческих стойбищах в самых отдаленных населенных пунктах округа от Шойна до Усть-Кары. Поздравляю журналистов, корректоров, типографских работников и всех людей, причастных ко дню печати, сказал Юрий Бездудный. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.